Девушки отдыхают Что происходило на дне рождения главного редактора и презентации новой обложки LF City? Арктик и Асти собрали огромное количество фанатов на своем концерте. Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Newsbox. Самая волшебная театральная премьера сезона состоялась 1 октября в Театре Россия на Пушкинской площади. Театральная компания Stage Entertainment символично в Международный день музыки представила столичным зрителям российскую постановку бродвейского мюзикла «Золушка». Кто же из звезд вышагивал по синей ковровой дорожке в репортаже Анастасии Коневой? Самая волшебная и долгожданная театральная премьера сезона с оглушительным успехом прошла 1 октября в Театре Россия на Пушкинской площади. Лидер российской индустрии развлечений театральная компания Stage Entertainment символично в Международный день музыки представила столичным зрителям российскую постановку бродвейского мюзикла «Золушка». В спектакле очень много чудес, превращений, волшебства. Но самое главное волшебство, конечно, это музыка. Изумительная музыка Ричарда Рожился, которая была написана более полувека назад и до сих пор вдохновляет, волнует. Благодаря этой музыке мы и создали этот спектакль. Я имела удовольствие, работала с великой музыкой, ставила ее. И мы работали с моим театром в Великобритании на сценах два года. Все очень профессионально, очень музыкально, прекрасные актеры. Вообще уровень абсолютный голливуд. Хорошая, добрая, красиво, переодеваются, ярко. И вот она, если ей нравится, значит все в порядке. Прекрасная сказка, замечательные декорации, восхитительные костюмы. Ну я вообще большой поклонник мюзиклов. Великолепная постановка, все превращения происходят на сцене. Когда я первый раз, будучи совсем маленькой девочкой, прочитала «Золушку», я сказала, «Боже мой, это самое прекрасное, что можно придумать, чтобы у тебя были бесконечные превращения, чтобы ты была красавица, чтобы ты встретила принца, чтобы у тебя была своя фея по жизни». Грациозно вышагивая по сверкающей голубой ковровой дорожке, украшенной искрящимися кристаллами, гости премьеры попадали в сказочную атмосферу. Теплая погода, установившаяся в этот день как по волшебству феи крестной, а также исполняющие желания хрустальные туфельки, установленные в фойе театра, способствовали праздничному настроению. Если уж современное человечество склонно верить в волшебство, то может феи в образе ангелов-хранителей существуют в реалии? «Я не знаю, нас всегда учили на Бога надейся, а сам не плашай, поэтому хочется, конечно, чтобы кто-то приехал и помог». «Можно это назвать крестной феей, можно это назвать ангелом-хранителем, можно назвать, ну, как угодно, но я думаю, что, конечно же, что-то такое существует, я в это очень верю». Вчетлили зрители удивительные перевоплощения, которые происходили у всех на глазах. Тыква в мгновение ока обернулась сказочной каретой. Мышки стали лошадьми, енотик и лисенок превратились в кучера и лакея. А Золушка прямо в танце сменила ветхое одеяние на ослепительное бальное платье. «В жизни вообще каждая, скорее всего, Золушка. То есть ее тыква так или иначе превращается в карету, она встречает своего принца. Вот вы, в чем Золушка?» «Ой, я, наверное, во всей своей жизни Золушка, потому что моя личная история очень похожа». «Я еще пока Золушка, еще я не встретила фею, которая бы мне к принцу на вот этой вот карете указала путь». «Золушка» – именуемая сказка, без которой Алла Виктория не засыпает, например. А Мартин, как истинный кавалер, ее сегодня сопровождает. «Наш детский театр сотрудничает со «Стечный интертеймент» и поставляет туда, на эти подмостки самых талантливых детей». «Я очень рада, что попала на премьер вообще класс». «А тебе понравилось?» «Да, очень понравилось. Мне нравится быть на сцене и когда мне дарят цветы». В завершении премьерного показа зал устроил артистам оглушительные овации. Мюзикл будет идти в Театре России шесть дней в неделю, а по субботам и воскресеньям – утром и вечером. «Где встретить своего принца?» «Так, ну где же? Я думаю, что принц, не нужно его встречать. Нужно, чтобы тебя встретили». Просто внимательно посмотрите вокруг. Можно ли совместить два мероприятия в одном? С легкостью, если это презентация нового номера журнала и день рождения главного редактора «Элэп-Сити». Как прошел праздник и кто пришел поздравить Юлию Рыбакову в следующем репортаже. Современный житель мегаполиса – это уверенный, мобильный, стремящийся к развитию и самосовершенствованию. Именно такой является главный редактор журнала «Элэп-Сити». 28 сентября «Глянец» отметил сразу два больших события. День рождения Юлии Рыбаковой и выход осеннего номера с Алексеем Воробьевым на обложке. «Такое событие, и журнал выпустили, и день рождения, все это совместили, и друзья, и коллеги, и звезды, и партнеры, и все это объединили. Это просто невероятный сегодня день». «Пришла поздравить нашу прекрасную умопомрачительную девушку. На самом деле мы только сегодня познакомились вот прямо здесь. И я счастлива этому событию». «Я очень дружу с Юлией Рыбаковой, очень люблю, уважаю. Она сильная женщина. Ей была посвящена моя песня «Сильная». Понятие «бизнес-леди» уже давно и прочно вошло в деловую жизнь. Разработаны критерии успешности, проводятся конкурсы и рейтинги. «Бизнес-леди» – безусловный идеал современной женщины. Но так ли ей легко быть? «Мы также отмечаем день рождения главного редактора «Лэф-Сити». Вот как вы относитесь к бизнес-леди, к бизнес-дедушкам?» «Им очень тяжело в этом мире, естественно. Но те, у кого что-то получается, те, кто справляются, ими можно только восхищаться. Вот. И надеяться, что они в своей жизни встретят того мужчину, который сможет это понять, принять, быть сильнее». Я уверена, что она может совмещать и бизнес, и своих любимых, родных. И это плюс. Я считаю, что каждая женщина должна посвящать себя как и карьере, так и семье. «Сейчас у нее, значит, ЛФ-Про, да, продюсерский центр. Там клипы снимают, песни записывают. Открылись в Лос-Анджелесе филиалы. И так далее, и так далее, и так далее. Чем только Юля не занимается, и везде успешно». «Просто всегда хочется что-то лучшего, а получаешь это лучше, а хочется еще лучше. И вот эта такая сама мотивация заставляет двигаться вперед. «Я тех ночи возьми, что хочешь». «Она умеет распределять свое время, свои финансы. И она знает, сколько точно своих ресурсов она должна выжать семье, а сколько работе». Звезды шоу-бизнеса, представители крупных компаний, бизнесмены, артисты, журналисты – все они приехали с огромными букетами цветов и подарками, чтобы поздравить Юлию Рыбаковой с днем рождения и отметить выход нового номера. «Что бы ты хотела пожелать главному редактору?» «Главному редактору? Ну, наверное, не бояться конкурентов в первую очередь, потому что сейчас карьера у нее идет в гору. И, конечно, улыбаться, быть доброй». «Развитие журнала, верных работников и огромных-огромных тиражей». «Потрясающе красиво! Создать столько друзей! Только эмоции открывать миру! Столько новых лиц! Юлечка, спасибо большое за все, что ты делаешь!» «Это хрупкая девушка, она успешна в жизни. И вокруг нее огромное количество друзей и людей, которые ее уважают. Это крайне важно, на самом деле, уважение. Поэтому пожелаем того, чтобы дальше этот круг людей просто расширялся». 1 октября в концертном зале «200 холл» состоялся большой стольный концерт коллектива «Артик и Асти». Музыканты исполнили лучшие песни с альбомов «Рай один на двоих» и «Здесь и сейчас», а также презентовали несколько абсолютно новых композиций. Какие еще сюрпризы ожидали гостей, узнаем прямо сейчас. Талантливые музыканты, любимцы публики и просто отличные ребята творческий тандем «Артик и Асти» устроили большой сольный концерт в Москве. Дуэт исполнил лучшие песни с альбомов «Рай один на двоих» и «Здесь и сейчас», а также презентовали несколько абсолютно новых композиций. «Ребятная любовь к людям, которые пришли к нам, потому что мы в свое творчество складываем очень много души, очень много сил. Учитывая то, что «Артик» пишет основную часть песен, я думаю, что автору услышать, как его песни поет сама склада, а вот все, кто пришли к нам на концерт, это невероятно приятно». Ребята познакомились волею судеб. Артему, решившему создать новый музыкальный проект, нужна была вокалистка. И однажды он наткнулся на запись исполнительницы Анны, а вскоре предложил ей сотрудничество. «Это подарок от Бога, потому что все очень случайно вышло, сошлось, мы нашли друг друга вообще удивительным образом, просто по звонку, там, какому-то припеву песни». Артикасти признались в том, что собирают толпы фанатов благодаря своим проявлениям эмоций. Если они любят, то по-настоящему, ничего не придумывая. Если переживают, то действительно накатывает грусть. Но самое главное – это их чувство к музыке, к творчеству и к зрителям. Как прошла презентация нового клипа на песню «Вселенная»? Клуб «Айкон» празднует свой четвертый день рождения. В Москве прошел четвертый ювелирный благотворительный балл «Наследники традиций великого Фаберже». Об этом смотрите завтра в 19.00 на Russian Music Box. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в нашу официальную группу ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Мария Арнаут. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова